Российские силы нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под обстрел попали Харьков и Киев. Есть погибшие и раненые. Западная коалиция нанесла новые удары по объектам хуситов в Йемене. Израиль усиливает наступление на Хан Юнис в секторе Газа. Никки Хейли против Дональда Трампа. Республиканцы проведут праймерис в Нью-Гэмпшире во вторник. Российские силы нанесли массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, утром во вторник по украинским городам было выпущено более 40 ракет самых разных типов, в том числе крылатых и баллистических. По его словам, украинские силы ПВО сбили 21 ракету. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В Харькове жертвами обстрела стали по меньшей мере 3 человека. Более 40 пострадали. Среди них есть дети. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. По словам местных властей, повреждены 30 жилых домов, уничтожены автомобили. Многие здания остались без отопления, электричества и газоснабжения. В результате ракетного обстрела украинской столицы погиб по меньшей мере один человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о госпитализации 13 пострадавших. В их числе трое детей. Это уже второй ракетный удар по Киеву с начала Нового года. Израиль усиливает наступательную операцию на осажденный Хан Юнис на юге сектора Газа. Авиаудары, в частности, были нанесены близ больницы Насер. По данным Минздрава Газа, за последние 24 часа в Анклаве погибли по меньшей мере 190 человек. Со своей стороны Цахал сообщает о гибели более 20 своих солдат в результате атаки в центральной части Газы. По словам Жозепа Борреля, создание палестинского государства – единственный надежный путь к достижению мира на Ближнем Востоке. В ночь на вторник вооруженные силы США и Великобритании атаковали 8 объектов хуситов в Йемене, что стало вторым случаем скоординированных ударов двух союзников по военным целям повстанцев в ответ на нападение на торговые суда в Красном море и Адамском заливе. 21 израильский солдат убит на юге сектора Газа в результате самого смертоносного нападения на армию с начала войны с Хамас. В понедельник резервисты готовили к разрушению два дома палестинцев в районе Аль-Маазии. Уже заминировали их, когда боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Заровчатка сдетонировала раньше времени. Пресс-секретарь Армии Абароны Израиля, Даниэль Хагари, выступил с специальным обращением. Мирный план Жозепа Борреля обсуждал в Брюсселе Совет ЕС по иностранным делам. Он состоит из десяти пунктов и призван положить конец войне в секторе Газа, добиться освобождения заложников и возобновить усилия по стабилизации обстановки в регионе на основе решения о двух государствах. Помимо министров иностранных дел Блока, на переговоры были приглашены коллеги из Израиля и Палестины. Но дискуссии приняли неожиданный оборот, когда израильский министр стал показывать видео от 2017 года о создании искусственного острова у берегов Газы. Глава внешнеполитического ведомства ЕС дал понять, что было бы лучше, если бы Кац потратил свое время на обсуждение гуманитарного кризиса в Анклаве. Рейли нам explicала свои проекты с излами артифиций в френте на гостях Газа и в связи с Индия. В процессе будут основывать эти действия, которые мы знаем, как и с удовольствием, не имеют очень много к слову, без проблем. Главы МИД стран Евросоюза заявили единодушно. Необходимо положить конец страданиям жителей Газы. Участники встречи пытались оказать давление на Израиль, чтобы добиться увеличения числа пропускаемых фур с гуманитарной помощью. Однако по вопросу о прекращении огня у стран блока нет консенсуса. Саил и Натаниаху знают, по-своему, что они не могут обеспечить импульс, и нет контрактной системы для них. Поэтому они чувствуют, что они могут делать то, что они хотят. Известно, что атмосфера в Совете ЕС царила напряженная. Израиль категорически отказался принять предложение о создании двух государств. А Брюссель признает, что оно не может быть навязано силой. Гонка за право выдвигаться кандидатом в президенты США от республиканской партии на выборах в этом году свелась к борьбе между двумя основными претендентами. В понедельник за день до праймерис республиканцев в Нью-Гэмшире бывший губернатор Каролина и посол в ООН Ники Хейли усилила нападки на Дональда Трампа. Она посвятила Нью-Гэмширу много времени и финансовых ресурсов, надеясь привлечь внимание его знаменитого независимо мыслящего электората. 52-летняя Хейли выступает за тесты на умственную компетентность для политиков старшего возраста, что является ударом как по Трампу, так и нынешнему президенту Байдену. Экс-президент США стремится к убедительному успеху во вторник в Нью-Гэмшире, обеспечив победу в первых двух республиканских праймерис. Если ему это удастся, то ноябрьский матч-реванш Джо Байденом станет еще более вероятным. 77-летний Трамп говорит, что отлично прошел два когнитивных теста. Но на прошлой неделе ошибочно заявил, что Хейли отвечала за безопасность Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников штурмовала здание. Десятки французских фермеров в понедельник перекрыли автостраду в окрестностях Перпиньяна, протестуя против европейских норм и требуя повышения заработной платы. Сообщается о смерти одной из протестующих и серьезных ранениях и ее мужа, и дочери в результате наезда автомобиля в Южном департаменте Арьеш. Правительство предпочитает не накалять ситуацию и не привлекать полицию для разгона демонстраций. Протестное движение не ослабевает и в других европейских странах. Румынские фермеры и транспортники бастуют уже 13-й день подряд. Накануне они представили властям список из 13 требований, среди которых запрет на транзит и импорт агропродовольственных товаров из Украины, включая те, которые заявлены в документах, как продукция из других стран, но по происхождению украинские. Франция ввела месячный запрет на лов рыбы в Бискайском заливе. С 22 января по 20 февраля рыбная ловля запрещена как для французских, так и иностранных компаний. Решение принято после призывов экологов, по данным которых в это время года в Атлантике из-за неизбирательного рыболовства гибнут тысячи дельфинов. Местные рыбаки называют запрет абсурдным и жалуются на финансовые потери, несмотря на предлагаемую правительством компенсацию. Франция « Украины, это наш последний день с дельфиновым Но нужно найти решение, потому что, конечно, нужно защитить дуфины, но нужно защитить наши пешественники. Они удают жизнь. Запрет распространяется на суда длиной более 8 метров. Это означает, что более 400 французских судов должны будут месяц оставаться в порту. Национальный музей Правда в Мадриде – один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства, меняет описание своих картин, стремясь к большей инклюзивности. Слова и термины, которые могут ранить посетителей, теперь не используются в комментариях к шедеврам. Необходимо адаптироваться ко времени и уважать всех людей, уверены в музее. Мы видим, что она была дыма. Мы видим, что она была мастер-класса изображена, к На прошлой неделе парламент Испании проголосовал за внесение поправок в Конституцию. Они в частности предусматривают замену термина «инвалид» на словосочетание «лицо с ограниченными возможностями». Власти обещают проводить политику, гарантирующую таким людям полную автономию и социальную интеграцию. В возрасте 97 лет скончался канадский режиссер Норман Джуисон. Об этом сообщил публицист Джефф Сандерсон. В своей автобиографии «Этот ужасный бизнес был добр ко мне» Джуисон написал, что основными темами его творчества стали несправедливость и расизм. Глаза на эти реалии открыл ему собственный опыт. После окончания Второй мировой войны он путешествовал автостопом по американскому югу, где столкнулся с расовой сегрегацией. Одними из самых известных работ режиссера стали экранизации легендарной рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда», а также оскароносные «Душный южной ночью» и «Скрипач на крыше». Несмотря на то, что заветной статуэтки как лучший режиссер Джуисон так и не получил, на его счету не менее престижные награды, такие как «Золотой глобус», «Бафта» и «Серебряный медведь».